Я получила работу ведущей на канале ЕТВ, когда была на седьмом месяце беременности, а получила ее, когда моему сыну перевалила уже за год. Случилось это очень интересно. Я пришла на кастинг с огромным животом, успешно его провалила, потому что кому нужна ведущая с таким пузом, лезущим на нос, со странным песклявым голосом, постоянно улыбающаяся и говорящая глупости, и успешно об этом потом забыла. Когда мой ребенок впервые улыбнулся и протянул ко мне свои ладошки, я решила, что работать не хочу и не буду. Бралась только за самые интересные проекты, которые приносили огромное удовольствие. Через какое-то время канал ЕТВ вспомнил о том провальном кастинге и пригласил меня на работу. Поэтому я счастливый человек. Я молодая мама и работаю в свое удовольствие. А как сделать так, чтобы повезло остальным молодым мамам? Как выйти из декрета и не поскользнуться? Как найти работу? И стоит ли вообще молодым мамам искать работу? Давайте для начала узнаем, что об этом думают жители города Екатеринбурга. Прошу, выводите, пожалуйста, наш традиционный опрос. Находясь в декретном отпуске, женщины могут не только следить за ребенком и заниматься домашним хозяйством, но и зарабатывать деньги. Например, шить, вязать или работать через интернет. Какие еще пути заработка знают молодые мамочки и трудно ли устроиться на работу после декретного отпуска? Ну, как правило, по совместительству на свою прежнюю работу в ту организацию, где у них работодатель, если он не против, женщины работают сокращенно на рабочий день. Потому что у нас работодатели любят, чтобы женщины были на 30 лет, у них было два высших образования, уже двое взрослых детей, чтобы она никуда не ходила. Потому что дети будут болеть, поэтому, наверное, не берут, чтобы не оплачивать больничные отпуска. Вот есть фрилансер такая профессия, это когда дома сидишь и работаешь. Ну, можно найти при желании. Сейчас в интернете очень много информации всякой разной на эту тему. Ну, допустим, взять самого маленького, да, те же, допустим, варежки, да, просто хорошо надо вязать, да, вот, потом с кем-то договориться и будет продавать, да, или ты сам можешь сесть и продавать. То есть, как бы, ну, проблематично там, но это уже вопросы финансовые, как вы с семьей это решите, можете ли вы этот уголок арендовать, да, и платить за него. После декретного, я думаю, что сложнее. Мне очень нравится с маленькими детьми. Все равно приходится часто, наверное, играть в больничные, если некому сидеть, если бабушка еще работает, тем более. Канал ЕТВ, Ольга Нагородова, передача «Мелочи жизни». И сегодня мы говорим о женском дауншифтинге. Проще говоря, о мамочках, которые выходят на работу после декретного отпуска. Пожалуйста, звоните, оставляйте сообщение на нашем сайте якбург.тв или пишите в скайп. Мы рады каждому вашему голосу, каждому вашему комментарию. А теперь мне не терпится представить наших гостей. Это вице-мисс Екатеринбург-2012 Бухарова Анна с семьей, сыном Степаном и супругом Никитой. Степа, привет. Степа, привет. И наши эксперты многоуважаемые. Рифат Амиров, генеральный директор кадрового агентства. Здравствуйте. И Буйлова Юля, перинатальный психолог. Сразу вопрос к нашим уважаемым гостям, к вашей семье. Ань, неужели молодой, красивой, стройной, умной девушке так необходимо выходить на работу? Ну, кому-то необходимо, кому-то не очень, мне необходимо, потому что я считаю, что мама, любая женщина должна быть не только хорошей мамой и женой в семье, не только гарнить домашний очаг, но, а также быть примером для своего ребенка, быть еще и успешной мамой, стремящейся к чему-то. Сколько Степану было лет или месяцев, когда вы решили, пора мне пойти на работу? Я отдала Степана ровно в годик. Ему только исполнилось, и мы сразу же отдали его в садик, потому что уже тогда я начала сразу же искать работу. Это был зов души, какая-то потребность материального благополучия, помочь супругу или что? На самом деле там я столкнулась с небольшими сложностями, потому что я вообще должна была выходить в Казань работать, но чтобы меня перевели на Свердловскую железную дорогу, мне нужно было самой найти место. А вообще потребность-то какая? Вы хотели сразу после декретного отпуска выйти на работу? Вы не хотели посидеть 5 лет с ребенком? Нет. Почему? Ну я считаю, что ребенок должен развиваться не только в семье, но и в социуме. А теперь самое интересное, расскажите, что в кадровых агентствах, что менеджеры по персоналу вам говорили, как они вам отказывали? Потому что отказывали 100%, иногда даже делали это невежливо. Конкретно формулировки. Вы молодая мама, до свидания? Нет, они говорили спасибо вам огромное, оставьте свое резюме, мы вам перезвоним. А, то есть вежливо поступали? Да. Вежливо и корректно. В основном все было так. Я в надежде ждала звонка. Тебе практически не отказывали? Что же ты тоже говоришь? То есть практически не отказывали, но и не перезванивали, да? Ну не перезванивали. У нас по-другому немножко получилось. Мы поехали в Казань, у нас там было довольно-таки серьезные такие разговоры, наверное, какие-то трения. То есть нас там сначала не хотели особо брать после декрета. Ну как бы непонятно на каких основаниях. Я также приехала с животом. Приехали. Она была как целевик училась, должна была выйти по договору после учебы на работу. Ну и не смогла выйти, потому что уже была на восьмом месяце беременности, соответственно. И они не хотели нас брать просто-напросто. Сказали, ну беременна и беременна вроде бы, и оставайтесь. Идите рожайте. Ну и вроде того, да. Идите рожайте, воспитывайте, нам не до вас. А мы вроде каким образом к вам, я говорю, ну как вы по договору обязаны ее взять. Ну и вот пришлось немножко нам... Рифат. Да. Расскажите, пожалуйста, какое право они имели отказывать Анне раз, и почему вы отказываете мамочкам молодым? Или вы не отказываете в трудоустройстве? Только честно. То, что касается кадровых агентств, эти агентства, конечно, работают по заказу работодателей. Что заказал работодатель, то есть какого сотрудника он хочет, скажем так, получить, такого человека мы и должны найти. Но давайте вы сейчас у нас на передаче будете воплощением всего зла и отвечать за всех работодателей. Да, да, да. Я бы хотел сегодня как в качестве работодателя поговорить, потому что я сам тоже являюсь собственником компании. Я знаю, что такое работодатель, но и от лица всех работодателей, если вы не против, я бы мог сегодня поговорить. Мне кажется, все люди, мы здесь собрались адекватные, и все понимают, почему не берут девушек, женщин в состоянии либо беременности, либо с маленькими детьми. Я думаю, все это понимают, потому что работодателю нужно решать свои задачи, свои проблемы. И возиться, скажем так, с проблемами этих молодых женщин никто не хочет, потому что это дополнительная нагрузка. Они не имеют такого права по закону. Я сейчас договорю. А извините, у меня болит, наболело. Работодатель просто рабочая сила, вот и все. Совершенно верно. Каждый беспокоится о том, чтобы на работе все эффективно работали. И мы все с вами знаем, если вы берете на работу женщину с маленьким ребенком, то значит, эта женщина полноценно работать все равно не сможет. Это понятно. Бесспорно здорово, что у нас такое законодательство. Конечно же, когда ваша сотрудница родила, когда она возвращается после декретного отпуска к вам, к работодателю, то, конечно, по закону и прямо скажем, с человеческой точки зрения, конечно же, нельзя отказывать человеку и принять эту женщину на работу. Но то, что касается вновь, то есть впервые, когда работодатель впервые видит эту женщину, то понятно, он принимает решение уже не в ее пользу. Это объяснимо и понятно, как быть. Смотрите, ну, оба же человека, и мамочка, и работодатель понимают, по какой причине в первую очередь ей отказано. Если она попросит мне, пожалуйста, письменную причину отказа, если, не дай бог, найдется кто-то, кто напишет, вы молодая мама, засудят к чертовой бабушке. Я вам больше скажу. Кстати, Анна и дорогие зрители, имейте в виду, если вам отказывают в рабочем месте, вы вправе потребовать, правильно говорю, исправляйте, если неправильно, письменного объяснения. Почему, по какой причине? Ну, вы правы, действительно, по этим причинам, помимо этих причин, есть еще много других. Я уж не говорю, по фотографии, по национальным особенностям, по религиозным особенностям. Ой-ой-ой, а попробуют вам отказать по религиозным, в фирме полная крышка. Но, как вы понимаете, у работодателя есть еще другие критерии, по которым он может отказать. Которые он совершенно законно может прописать и проговорить. Ну, например, человека могут отбирать по компетенциям, то есть человек обладает такими компетенциями, то есть может ли он работать хорошо, либо нет. Либо по опыту. Как все сейчас и делают, да? Либо по опыту. Ну, все так и делают. Смотрите, у нас на сайте интересный комментарий. Никогда бы не взял на работу женщину после декрета, они ведь глупеют после родов. И, наконец-то, наконец-то мы к нашему психологу обратимся. Это правда, что женщины глупеют после родов? Я вообще не согласна. Здесь работают вообще в принципе... Анна говорит, что она не согласна. Анна говорит грунче. Я считаю, что женщина расцветает, извините, что после родов. И раскрывает в себе, наоборот, качество. Ну, вы, возможно... Да, я поддерживаю полностью. Объясните это с точки зрения медицинской. С медицинской точки зрения, ну, как может человек поглупеть, родив ребенка? Ну, в принципе, как-то уровень интеллекта, нигде такого зрения не было. А, то есть вы мне сначала закажите с медицинской точки зрения, что она поглупела. Да. Тут работодатели находятся в рамках стереотипа. То есть все молодые мамочки, они болеют. Это на самом деле далеко не так. Молодая мама, когда год-полтора, ну, там два, скажем так, посидела в декрете, пообщала, ну, как бы вот, не немного, а даже в ограниченном пространстве, то тут получается, что она наоборот, с новыми силами, с рвением идет на эту работу, делает... Ее трясет! Дайте мне поработать! Мне так хочется поработать! Пеленки надоели! Сменить вот вид деятельности от семьи. Семья – это, да, это хорошо, замечательно. Остается достаточно, ну, вечер, там, выходные все-таки у нас и по законодательству, и так не перерабатывают даже обычные люди, вот по закону. И этого времени достаточно для того, чтобы семью поддерживать. Никита, а скажите честно, если бы Аня решила не работать, в принципе, сидеть с ребенком 3 года, вы бы поддержали ее в этом решении? Ну, как бы я ее хотел там поддержать, и я считаю, что даже... Что даже это правильно немножечко, да? Сейчас, что даже если устает на работе, мне кажется, проще пойти за вторым, как бы, и отдыхать дома, сидеть с ребенком. Тем не менее, вы поддержали ваше решение, и Аня очень вам благодарна за это. Ну, я считаю, что да, потому что, как бы, мы вообще все эти тяжести, наверное, прошли вместе, как бы, нам было довольно-таки, как бы, было сложнее всего устроиться, наверное, не работать, а устроиться именно, трудоустроиться на работу, а все остальное, как бы, в принципе... Подождите, Аня, минуточку. Сломать стереотипу работодателя. А еще вопрос к мужчинам, к нашим. А было такое, только честно, что она приходила с очередного собеседования и плакала, и говорила, господи, что же за женщина-то второго сорта, почему нас считают непригодными к работе? Вы знаете, у меня супруга вообще, как бы, очень эмоциональный человек, и, мне кажется, она после каждого собеседования плачет порой. Господи! Ну, поэтому, как бы, ну да, было, конечно, такое. Аня, что вы хотели сказать? Я вот хотела сказать, что, несмотря на все, вот это вот долгое трудоустройство, я хочу сказать большое спасибо Колесникову Ивану Николаевичу, который все-таки замечательным человеком оказался. И я вас нравлюсь. И помог, он мне помог трудоустроиться. А что он вас разглядел такого? Он, на самом деле, очень большой занимает... Пост? Да, пост на железной дороге, но я об этом не знала, я пришла абсолютно непосредственно, и просто сказала, что я очень хочу работать. И он сделал все, чтобы помочь мне. И только вот благодаря ему через год я устроилась. Очень приятно увидеть вас, услышать эти слова. Рефат, у меня к вам вопрос. Что должна сделать молодая мамочка, придя к вам в кадровое агентство, чтобы вы все-таки обратили на нее внимание, как на профессионала? Она должна вам по-человечески посмотреть в глаза и попросить. Она должна принести свою работу какую-то и сказать, вот я что умею. Что она должна сделать, чтобы переломить этот стереотип? Она ведь может. Ну, при подборе кадров всегда люди оценивают, во-первых, личностные качества самого человека. Человек должен или может влиться в новый коллектив, и самому человеку и коллективу должен быть впоследствии комфортно с этим человеком, с новым работающим. Ну, то есть он должен быть достаточно приятным в общении. Ну, какой он туз должен кинуть из рукава? Он должен соответствовать ожиданиям, совместимым должен быть человек. И если человек по этим каким-то критериям не совместим, то в конце концов могут быть проблемы. Но самое главное, человек принимает на работу, чтобы он выполнял конкретные обязанности и являлся носителем определенных компетенций. Вы говорите правильные, грамотные вещи. Так оно так и есть. Но давайте сейчас сделаем небольшой реверанс на встречу нашим зрителям и все-таки откроем им секрет. Что должна сказать, сделать, продемонстрировать молодая мамочка помимо профессиональных компетенций? У нее есть огромный минус по отношению к остальным кандидатам. Каким плюсом она его может перебить? Ну, какие советы, видимо, да? Да. Сейчас про это идет речь. Дело в том, что не только в кадровом агентстве, но и при взаимодействии непосредственно с работодателем, молодая женщина должна продемонстрировать, что она реально заинтересована в этом рабочем месте. Как? Она должна эмоционально с вами говорить? Эмоционально в частности. То есть она должна приготовиться к собеседованию. Она должна, уже придя на это рабочее место, да, уже должна знать, что это за компания. Можно я еще внесу одну ремарочку? Если она принесет какое-то задание, которое сама для себя выдумала, соответствующая должность, уже выполнена, это ей поможет или нет? Ну, почему бы нет, поможет. Я думаю, что это еще один плюс в копию. Она должна произвести впечатление на того, кто проводит собеседование. Впечатление. Первое впечатление очень важно. То есть человек должен быть приятным в общении. Второе. Он должен продемонстрировать, что она, вернее, очень хочет работать в этой компании. Она знает, не знаю, там, любит эту компанию. И все то, что предполагается с точки зрения функции, она знает эту работу. Она будет хорошо работать. А на вопрос... И, конечно же, будут спрашивать, ну, кто же будет с вашим ребенком-то сидеть, когда он приболеет? Как мы все знаем, болеют, я хочу сказать, не сами мамочки, а болеют их дети. И поэтому мы все об этом знаем. Если молодая мама, придя к работодателю, скажет, что этот вопрос прикрыт, что... Причем объяснит. У меня бабушка, няня, муж. Да. Муж подстрахуют, бабушка, дедушка, не знаю, там, все в порядке с детским садом. То есть задача молодой женщины все-таки успокоить работодателя, что не будет проблем... Приведя грамотную аргументацию. Совершенно верно. И когда работодатель увидит, что ему не грозит вот это новое... Ой, а мне плебенку в детский сад? Да, да. И то, что этот новый сотрудник будет все-таки работать, а не там 70% времени сидеть на больничном. Вот чего работодатель боится. Получается, мамочка должна решить все свои проблемы сначала сама, а потом прийти просто на работу. Вот и все с ваших слов получается. Вам тут комплимент на сайте пишут наши зрители. Правильный мужик, пусть идет второго рожать. И такое небольшое замечание, комментарий в адрес. Анна, женщина должна сидеть дома и обеспечивать домашний уют. А быть мамой кукушкой, которую дети не видят, не нужно. А я не спорю с тем, что женщина должна обеспечивать в доме уют. А у меня вопрос к Степану. Степ, скажи, скучаешь по маме или часто ее видишь? Скучаюсь. Это зайка. А вечерами, вечерами, вечерами она с тобой общается, играет? Да. Аня, расскажите, пожалуйста. Вот мы с вами разговаривали. Я знаю, что у вас есть какая-то система подсчета качественного времени, проведенного с ребенком. Да, я считаю, что очень много бесполезного времени тратят иногда мамы, сидя в декретном отпуске с ребенком в том плане, что одной рукой готовят, второй рукой моют полы, третьей рукой пытаются протереть пыль. Из-за этого они нервничают, торопятся и, по большому счету, ребенку не дают ничего. И справляются с мыслями, ой, я никому не нужна. И в итоге ребенок все равно без мамы. Их это все раздражает, конечно. Хоть физически рядом. Да. Я считаю, что, ну и вообще, кстати, вот, наверное, со мной согласится психолог, что ребенку достаточно, на самом деле, не очень много времени, но главное в это время, пусть его будет немного полностью раствориться в ребенке, дать ему все, что он захочет, ну, я имею в виду внимание, там, поиграть, почитать. И ребенок сам скажет, все, мам, иди. Иди мне, мне хочется самому. Да, мне достаточно. Действительно, важно количество, а не качество. А давайте попробуем математически посчитать, да, 10 часов активной жизни ребенка. Если мамочка в это время в интернете, на телефоне подметает, убирается, готовит еду, и при этом она не с ребенком, да, максимум она там пару часов с ним проведет в активных играх, в разговорах, вот в таких обнимашках, целовашках. Или мама приходит с работы в 6 часов вечера, берет ребенка в охапку и до 10, до самого его сна с ним не расстается. Это даже математически, получается, выгоднее, потому что она по нему соскучилась, потому что ей отвлечься от работы, потому что она востребована, она уже свою рабочую функцию выполнила, а теперь я мама, и теперь попробуйте только отнимите. У меня у моего ребенка в законные 3 часа. Правильно? Да, действительно. Она функцию выполняет уже, получается, рабочую домой приходит с ребенком, проводит. Ей же тоже хочется отдохнуть немножко, наверное, как-то. Ребенка укладываем спать и отдыхаем. Я могу сказать, как мужчина, не только как кадровик. Давайте. Я, например, разделяю эту точку зрения, что особенно первые 3 года, все-таки женщина, мне кажется, должна сидеть с ребенком. Потому что, как мы все знаем, именно в первые эти годы формируется личность этого ребенка. И очень важно, чтобы эта связь была постоянно с мамой. И если мама будет дергаться эти первые 3 года особенно, и будет связана с какими-то еще делами, то я думаю, это только повредит ребенку. Мое мнение, сейчас я договорю, я считаю, что женщина, родив ребенка, должна хотя бы 3 года посидеть с ним. Это не значит, что сидеть. Ребенка нужно развивать, все время с ним быть, с ним дружить, в конце концов. Его надо, цинично выражаясь, запрограммировать на успех изначально, с самого раннего-раннего детства, с первых дней. Понятно, есть еще одна проблема, о которой я уже как кадровик скажу. Давайте. Бывают женщины, сидя 3 года, либо 5 лет с ребенком, и в результате они забывают, как надо работать. Они забывают какие-то вещи, связанные с трудовой деятельностью. И уже вот эта деловая хватка, оперативность теряется. Совершенно верно. Поэтому, помимо прочего, хочу сказать, первое, еще раз, пусть сидит с ребенком, но все-таки пусть она находит время на выполнение каких-то функций. Например, работа по совместительству, через интернет. Может быть, на самом деле, какие-то вещи дома делать. Просматривать профессиональные сайты. Фрилансер может работать, может быть, писать какие-то статьи. Все зависит от уровня способностей этой женщины. И в конце концов, постепенно увеличивая свою нагрузку по развитию своих способностей, то есть она к окончанию этого трех- или пятилетнего срока уже должна быть готова к работе. Мало того, что не потеряет квалификацию, так еще и поднимет ее, насколько возможно. Она должна прийти, не просто открыв глаза на этот новый мир. Мир-то через три года меняется. Поэтому она должна быть уже готова. Я думаю, Никита с вами в глубине души очень согласен. Нет, мне кажется, вы чересчур связываете женщину и ребенка. Как-то у вас папа совсем потерялся куда-то в сторону. В этом отношении нет, как бы родители... Так вот папой должен деньги зарабатывать. Мне кажется, родители, как бы они вместе могут этот вопрос вообще решать по сути. И ребенок, три года сидя дома с мамой, вы думаете, ему легко тоже? Он же тоже так-то по большому счету начинает теряться. Просто я хочу вам сказать, что мы дали, когда ребенка в год в садик. Ну да, действительно. В год в садик ему было это очень интересно. Он очень развивался. Он начал говорить очень рано. Он пошел очень рано. Но мы не обделяли его вниманием. Это намного интереснее слово. Юля, вам понятно, что не обделяли. Потому что иногда женщина даже... Вот сейчас просто такой темп жизни. Есть, скажем так, можно... Женщин условно поделить на две категории. Которые готовы сидеть с детьми. И им это нравится. И они не чувствуют себя как-то обделенными или еще какими-то. А есть женщины, современная женщина, женщина, которой надо какие-то внешние стимулы для самоутверждения. Это работа, это может быть какая-то учеба, повышение квалификации, общение с другими людьми. И понятно, что вот такая женщина, сидя даже вот эти три года с ребенком, она просто будет себя изнутри съедать после родовой депрессии. Юля, давайте вот такой вопрос. Что появилось раньше, курица или яйцо? По-моему, сравнимой по важности. Женщина после беременности, после отпуска по уходу за ребенком, лучший работник или худший? Она рвется в бой или наоборот она в действительности немножечко теряет хватку? Я скажу, что это другой работник. То есть это вообще в принципе другая. Друзья, прошу, Юля, простите, пожалуйста. Мы попросили одного известного актера выйти к нам на связь. Михаил Сергеевич Боярский имеет очень четкую позицию по этому поводу. Я прошу, выводите, пожалуйста. Михаил Сергеевич, здравствуйте. Михаил Сергеевич, здравствуйте. Екатеринбург ваш приветствует. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, молодая мама с маленькими детишками должна сидеть дома и быть хозяйкой, либо должна реализовываться как профессионал и как личность? Я постараюсь быть красным. Мама – это и есть профессия. И выше профессии, чем мама, быть не может. Она должна реализовать себя как мать, как заботливая супруга, как хранить мяч в очага. И мама и дети связаны с пуповиной до самой смерти. Пока они могут быть вместе, это большое счастье. И лучшего ничего в мире не придумано. Пускай женщина ощутит это. Если она думает, что на работе есть какие-то вещи более привлекательные, она ошибается. Самое главное для женщины – это дети. Спасибо вам большое за столь понятный, краткий и чёткий ответ. Спасибо, хорошего вам вечера. Кому есть что возразить? Любая точка зрения имеет... Тем более, если она сказана таким узнаваемым голосом, правда? Имеет право на существование. Можно ещё добавить, что я считаю, что я согласна и с вами, и с другими людьми. Просто я считаю, что всё равно мы как-то... Я вот лично для себя хочу стремиться и стремлюсь к какой-то золотой серединке. То есть как бы ни во что-то одно отдаваться, ни в работу полностью, ни полностью в семью, ни полностью там в хобби. А я хочу и делаю, стараюсь это сделать, чтобы везде себя реализовать. Мы говорили, мне кажется, об этом вначале. Человек должен реализоваться как личность, прежде всего, тоже я считаю, что... Вы знаете, у нас был в гостях психолог, он говорил, Наталья Корякова сказала прекрасную фразу о том, что ребёнку нужна не просто любящая мама-хозяйка, а нужна мама счастливая и самореализованная. Юля, подтвердите. Конечно. А чтобы у неё была в глазах искра, чтобы она светилась. А теперь скажите, пожалуйста, всё равно послеродовая депрессия, усталость, ну имеет место быть. Советы конкретные, упражнения, как с ними справиться. Может быть, советы мужчинам, которые рядом, может быть, советы самой мамочки. Ну, хочется сказать, что основная практически причина послеродовых депрессий, вот именно послеродовых, это физиологически. То есть мама не досыпает, это первая причина. Вторая причина – это недостаток внимания, что, я думаю, не относится к этой семье. Это прекрасная семья. Да, она конкретная. Но очень часто мамочка превращается, есть такое выражение, из беременной принцессы в родившую крестьянку. То есть всё на неё сразу же сваливается. И муж, пусть он тоже заработает, зарабатывает деньги, работает там по 10-12 часов, но маме-то от этого не легче самому по себе, потому что она находится с этим ребёнком вот практически 24 часа в сутки. И плюс вот эти вот недосыпы, ночные кормления. А ещё же надо и мужу внимание уделить, и кушать приготовить. Да, ещё и мужу, и себе ещё надо. У вас тоже день, когда вы убираетесь, готовите, стираете, общаетесь с детьми, моете, называется выходным. Вот у мамочки молодой, эти выходные длятся годами. Да, действительно. И поэтому очень многие считают, что сидит дома, и какая депрессия-то вообще может быть, родила ребёнка, такой счастливый момент долгожданный. Но на самом деле, вот я говорю, какие-то физиологические особенности, вот эти вот особенности, как недосып, как недостаток внимания, то, что мама очень сильно себя загружает, они являются... Как справиться? Привлечь всех родных, всех родственников, которые их возможно... Не бояться, это в конце концов не только мой ребёнок, но ещё твой ребёнок, твой внук, твой пленянник. Да, да, да. Вот и занимаетесь. Я думаю, маме и так достаточно будет времени, даже если бабушки и дедушки отключатся. Да, спасибо. Не стесняться привлекать родственников. И спать во время сна ребёнка. Вот, потому что ночью идут... Возможно, даже несколько забарах хозяйственной заботы. Рифат, 170-я статья, пожалуйста, расскажите про неё не очень долго, потому что передача подходит к концу. Я себе выписала. 170-я статья «Кзот» указывает на то, что работодатель не имеет права отказать беременной женщине в её приёме на работу из-за её положения. Я абсолютно согласен с этой 170-й статьёй. Что я могу сказать? Ну, закон есть закон. Законы нужно выполнять. Вот, понятно, что законы как раз и написаны для того, чтобы их выполнять. Важно всё-таки понимать, имеет ли смысл, используя вот эту статью, идти наперекор, добиваться обязательно соблюдения своих прав и обязательно быть на этой работе. Потому что в результате женщина может обеспечить себе не очень приятную атмосферу на этой работе, да? И может нервничать. И в конце концов, придя домой, она может нанести урон... Ещё и семье. Спасибо большое. Поэтому не надо создавать условия, ситуацию, когда женщина будет нервничать. Поэтому закон – это здорово, но когда есть противодействие со стороны кого-то, то лучше всё-таки избегать этих конфликтов, иначе будут нервничать все. Дорогие мамочки, дорогие семьи молодых мамочек, помните, что вас не имеют права не взять на работу, но вы обязаны прежде всего прислушиваться к себе. Чувствуете в себе талант хозяйки? Да, пожалуйста, пеките пироги, уделяйте время родственникам, детям, мужу, себе. Чувствуете, что вам надо на работу? Иди.